сейчас так друзья все сейчас мы начинаем собираемся собираемся в виртуальный наш бэд медраж все будем сейчас учиться будем изучать притчи мишли тору древо жизни сзади сегодня у нас фон древо жизни так нет что не влазит древо жизни чтобы влезла вот сюда вот все древо жизни и очень холодно очень холодно в киве прям похолодало яков шатанин первый зашел все в киве очень прохладно и мы сейчас все собираемся собираемся значит выпиваем кофе и продолжаем изучать притчи царя соломона значит в третьей главе в третьей главе мы остановились на том что если тору очень прямо изучать любить и так далее то она даст и здоровье и богатство и подошли мы к одиннадцатому отрывку подошли к одиннадцатому отрывку дальше идет что ничего в этом мире просто так не приходит друзья ничего просто так не приходит за все надо платить одиннадцатый отрывок написано так мусар ашем бни аль тимас мусар как мы уже разобрались само слово мусар его приводят нравственность но это не это вывеска мусар это нравственность а вот само слово мусар на иврите она в нем зашифровано нечто больше как человека привести к нравственности чтобы он вел себя нравственно до чтобы нравился богу мусар состоит из двух корней первый корень ли ясер ли ясер это давать страдания второе это масса это тюрьма ли ясер масса вместе мусар значит мусар это психология торы так называют мусар психология то есть мусар это некая система которая позволяет позволяет контролировать животную сущность человека то есть у человека есть вот это вот животное внутри которое называют злое начало инстинктивная часть человека эмоциональная часть человека это все животное такое да она если у животных мусар есть хохма божественная мудрость дебок сообщил через тору как человек должен себя вести для того чтобы быть человеком, настоящим человеком, как Адам решен до греха. Бог установил, это добро, это зло. Человек спустился ниже на ступеньку. Бог установил новые правила, как обратно подняться. Человек спустился ниже. Бог установил новые правила. Потом дал Тору. Но это все такое интеллектуальное знание, которое высшего уровня. Кошка не поймет Тору по-любому. Кошка Тору не поймет. И когда ты берешь эту Тору, ты ее понимаешь, но она может держаться, как мы уже говорили, что реши дат Ират Ашем. Страх перед Богом. То есть для того, чтобы все-таки выбирать и отказываться от каких-то удовольствий, то человеку нужно, чтобы он, нужна внутри мотивация. Вот эта мотивация, это Ират Ашем. Страх перед Богом. И мусар это система, психология Тора, как взять Тору и управлять своим животным. На базе Торы. Теперь говорит в 11 отрывке Царь Соломон, в 3 главе, он говорит, Мусар Ашем, вот это вот мусар, эту систему Бога, сынок, Альтимас, ее не пренебрегай ей. То есть не, ааа, типа фигня пролезет, да что там это самое, что со мной будет, ничего там, Бог простит. Знаете, есть такие люди, они ну вот, грешат и типа Бог простит, что там, я в сердце Бога люблю, Бог добрый, он простит. Но есть система, Бог добрый, но он же справедливый. Поэтому написано сын, мусар, Бога, вот эти вот система заставления, нравственности от Бога. Альтимас, не пренебрегай ей. Валь такоцми тохахто. Аль такоцми тохахто, тохаха, это объяснение. Мусар, это уже пожестче. Мусар, это там есть страдания. Тохаха, это наставление, предупреждение, такое вот, знаете, как мозги компостирования, да, так называют это. Вот, ведите себя хорошо, ведите себя хорошо, Бог говорит через тору. Люди говорят, ой, ну хватит этих наставлений. И ведут себя нехорошо. И потом получают боль. Так он говорит, когда боль к тебе приходит, ты ей не пренебрегай, потому что если ты ей пренебрежешь, то придется еще раз делать боль. И ты не останавливая увещевание, лучше меня сейчас послушайте, чем потом страдать. Я вам говорю, то есть это, царь Соломон это говорит, это не я. Значит, как это работает? Вот, человек делает что-то неправильно, он идет по неправильной дороге. Его Бог наказывает, у него есть страдания. Если он не услышит, ему есть еще страдания. Если он не услышит, еще больше страдания. Есть, я недавно получил от одной женщины письмо, она жалуется на свою несчастную жизнь, она пишет, вот я одна, воспитывая трех детей, два ненормальных, первый и третий. Мужа нету, потому что он алкоголик, и я за него никогда замуж выйти не хотела, потому что он алкоголик, он вообще, ну то есть, и вот что мне теперь делать, я мучаюсь, страдаю, денег не хватает, сложно, что же, как же мне теперь жить, и куда же Бог смотрит? А куда же ты смотришь? Тогда муж алкоголик, ты за него даже замуж не хочешь выходить? Ты от него рожаешь одного ребенка ненормального, потом ты от него рожаешь второго ребенка, потом третьего ребенка. Куда ты смотришь? Ты кошка, или голубь, или кто ты вообще, что ты не можешь, ты понимаешь, что этот человек не будет о детей заботиться, дети рождаются больные. Зачем? Ну, как объяснить это? То есть, человек, он входит, и наверняка ей кто-то говорил то ха-ха, то есть, Бог через кого-то ей объяснял, через маму, что ты должна думать, что делаешь, потому что потом тебе придется от этого страдать. Теперь, дальше, уже произошло что-то. Если человек пренебрегает тем, что произошло, а, типа, все, то тогда он еще больше в страдания входит. Если он, как Ник Вуйчич, например, он принимает то, что с ним произошло, он принимает, не понимая почему, не понимая даже иногда за что, но он принимает, тогда Бог ему открывает, зачем это все, и он вместо того, чтобы мучиться из-за того, что он не может изменить, он принял это, ему открывается новый этап жизни, как Ник Вуйчич открылся новый этап жизни, когда он принял то страдание, которое он получил от Бога. Теперь, значит, ну, лучше всего слушать то ха-ха, слушать вот это вот наставление, увещевание, и не доходить до мусара. Но если уже дошло дальше в 12-м отрывке, царь Соломон нам объясняет, Теташер Яэ Вашем Йохиев, тот, кого любит Бог, он его именно дает ему наставление. То есть, нам объясняется, что было понятно, это притчи же, это же примеры такие, да, метафоры, написано, как папа своего сына, он его заставляет что-то делать. То есть, папа, чужие дети, пусть они делают, что хотят, правильно? То есть, у них есть свои родители, конечно, обидно, конечно, тяжело, воспитанный, невоспитанный, но это нужно, как бы, есть границы, это его дети. Но если Бог уже, он человека любит, так он его будет вести, как отец, который своего ребенка любит, он его будет наказывать, он его будет наставлять на правильный путь, он ему будет мозги компостировать. Также Бог, он тот, кого он любит, того он ее хех, того он увещевает. И, значит, ну, сегодня есть очень распространенный подход, что детей нужно воспитывать только любовью, ничего не запрещать. Я не знаю. Посмотрим на результаты. По каместь, по каместь, детей нужно любовью, ничего не запрещать. Посмотрим, через 10-20 лет, во что превратится человечество, куда оно идет. По каместь, цивилизованные страны, у них идет вот так вот население, количество людей падает. Те страны, где продолжают по старинке воспитывать детей, мусульманские страны, там, та же Индия, Китай, где жестко воспитывают детей, у них вот так идет рост населения и рост их силы. То есть, те страны, которые перешли на мягкую систему, у них легализовали гомосексуализм, понятное дело, детей нету. То есть, к чему это все придет, мы посмотрим. То есть, все эти эксперименты, когда человечество пытается идти не по Торе, не по правилам Бога, которые он установил, а по каким-то новым придуманным правилам, всегда обычно заканчивались очень плохо. Посмотрим. Так, двигаемся дальше. Значит, 14-й пасуг, мы возвращаемся опять, опять же, в Торе есть страх и любовь. То есть, ира, иова. И вот у нас было чуть-чуть про то, что страдания, объяснение, что со страданиями. А дальше идет, дальше идет 13-й отрывок. Счастлив человек, Маца Хахма. Счастлив человек, который нашел вот эту вот мудрость. Эту мудрость нельзя создать, ее можно только найти. Она заходит в человека снаружи. То есть, божественное знание, оно, Бог передал его через Маше Рабейну, через Маосея и через пророков. Теперь, они были передатчиками, но я могу его получить только снаружи. Счастлив человек, Маца Хахма, он нашел эту Хахму, божественную мудрость, в Адам, Яфик, Твуна. И человек, который Яфик, это вытаскивает из себя Твуну. Сообразительность, то есть, Твуна, это логика понимать вещь из вещи. То есть, ты вначале заполняешь свою голову исходными данными, Хахма, а потом начинаешь их обрабатывать. Что с этим делать? Именно, это уже внутренняя функция ума, Твуна. Можно на прошлый вопрос? Часто говорят, что человек приходит к Богу тогда, когда ему плохо. То есть, Всевышний посылает страдания, что так это работает или бывает наоборот? вот только так и работает. То есть, бывает наоборот. Бывает, человек нашел, ну вот просто нашел Хахму, но у него нет мотивации за нее держаться. Ему и так хорошо. Зачем ему это? То есть, человек устроен, если взять по-простому, по механике, он ищет удовольствие и хочет избежать страдания. У него прошивка есть. Страх смерти, и у него есть прошивка искать удовольствие. Это прошивка, это как бы нормальная структура человека. Теперь он живет, у него есть некая система ограничений, которую ему все равно установили люди. То есть, каждый человек живет в вере в какие-то правила. И он верит в какие-то правила, только в правила людей. И вот он живет, он верит в какие-то правила, ему сказали там, Вася, будьте, значит, комсомольцем, будь честным, не опаздывай. Там, вставай рано, чисти зубы, будь хорошим человеком. И он как бы выстроил себе жизнь. А зачем жить? А чтобы быть хорошим человеком? Или там, а зачем жить? Ну, чтобы, чтобы след оставить в мире. А еще зачем жить? Он, не задавая вопроса, много будешь ждать, скоро состаришься. То есть, все равно человек, каждый живет в какой-то системе верований и отвечает себе на эти глобальные вопросы. А зачем жить? А какой мир? А какие люди? А что потом? Ну, и так далее. То есть, какая-то есть система у каждого. Потом, если человек находит случайно Тору, вот он нашел, прочитал, интересно. И что там, вечную жизнь обещают? Да. Интересно, ну, прикольно, вечная жизнь. А что надо делать? Креветки нельзя кушать. Да фигня какая, что-то не сходится. Знаешь, что-то мне, ну, непонятно. Как бы, вечная жизнь, креветки, какая связь? Нету связи. И в субботу нельзя работать. Да не, ну ты что, в субботу нельзя работать. Ну, бред какой-то. А я не работаю, я телевизор смотрю, там, на море езжу. Ну, не, не, что-то, вечная жизнь, в принципе, интересная, но как-то все не сходится. Не, 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 чтобы я себя ограничивал, нет. Потом проходит время какое-то. И он, например, живет хорошей жизнью, кушает креветки, и тут ему врачи говорят, у тебя, там, не дай бог, рак, желудка. Как? Так, все, тебе осталось там два месяца жить. И он думает, блин, вообще, а как же так, страшно, больно, это, и он, куда же обратиться-то, куда, господи, я тебя прошу, пожалуйста, продли мне жизнь, что хочешь сделаю, все, что надо, креветки не кушать, не буду, на море не ездить, не буду, вообще никогда купаться не буду, все, что хочешь, только чтобы через два месяца не умереть. Ему страшно. И потом ему страшно, 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 потом вдруг, бах, врачи говорят, извините, мы ошиблись, анализ-то не ваш. Он такой, хух, слава Богу, слышит, слышит молитву, все, буду жить, буду жить, отлично. Так, что там я наобещал? Так, креветки не кушать, на море не ездить. И вот тут выбор. И он, если у него вот этот страх перед Богом сильнее, чем желание кушать креветки, он скажет, все, я принимаю на себя систему, и каждый раз, когда ему будет хотеться нарушить, он будет бояться, страх его будет держать. Если нету страха, то его не будет держать. Его будет все время отпускать, а, там, типа, или, например, вот человек, суббота, вот я, например, и мне предлагают субботу работать, ну, к примеру. Но если я верю в то, что я сейчас поработал в субботу, я потеряю все, что у меня будет там в следующем году, я не буду работать в субботу. А если я не боюсь, так чего нет? Понятно, да, идея? То есть, все равно основа соблюдения заповедей, это страх перед Богом. Все, как тут ни крути. Все, друзья, двигаемся дальше. Но дальше идет все хорошее. Счастлив человек, который нашел хохму, он нашел эту хохму, и человек, яфик, твуна, который вытаскивает из себя логику, то есть, понимает. Но, есть бина, это понимает вещь из вещи, то есть, ты получил, получил хохму, и ты из нее понимаешь глубже. А есть твуна, это когда ты понимаешь шире, это когда ты соединяешь. И вот человек, получив Тору, он дальше соединяет картинку, и он видит цельную картину мира. То есть, Если я живу только в рамках сегодняшнего дня, тогда мне тяжело увидеть, где здесь Бог, как можно пожертвовать там креветками ради вечной жизни. Но если у меня картина более большая, то есть я вижу вечную жизнь, дети, посмотрю назад, катастрофа, да, те евреи, которые отказались от Бога и жили прекрасно. В Германии, в Советском Союзе, свобода, равенство, все отлично, вообще впервые вышли на свободу, вообще от Бога отказались, вообще Америка, золотой век, и работа, и деньги, и все. Опачки, сразу раздача, 6 миллионов убитых. Бог сказал, нет вариантов, нет вариантов. Все, если человек видит картинку вот так вот шире, твуна, это называется, соединять вещи, тогда, тогда счастлив такой человек, он может понять правильные вещи. Получив исходные данные, то есть он видит текст сторы, Бог говорит, если вы пойдете против меня и меня забудете, я вам сделаю вот так, вот вас будут и убивать, и то, и то. Если вы скажете, что это случайно, я вам всем раз делаю. Еще раз скажете, что случайно, я вам еще всем раз делаю. И так далее, один текст. Второй текст, Пурим, Медилат Эстер. Жили отлично, праздники, все это самое, бах, всех уничтожить. Медилат Эстер, вот сейчас мы как раз приближаемся к Медилат Эстер. Вот второй текст, вот третий текст, вот вся история еврейского народа, да. Вот все, что Бог для нас делал, от исхода из Египта и так далее. Если ты после этого говоришь, что все случайно, что Богу не надо служить, что не надо соблюдать заповеди, послушай, ну это просто не влазит ни в кое. Хочешь Бога проверить, пожалуйста, ты хочешь в личной жизни проверить и в личной жизни посмотрите на истории семей, которые отошли от Бога. Самый богатый еврей в мире, два сына наркомана умерли от наркотиков, но он самый богатый человек в мире, и он встречается с премьер-министром Натаньяо в некошерном ресторане. Этот Адельсон есть, Эдельсон в Америке самый богатый, и он именно надо встретиться в некошерном ресторане. Заканчивается очень плохо все, как идти против Бога нет смысла вообще, не то, что нет смысла, это бред идти против Бога, и нет ничего, что может заставить человека идти против Бога. Если есть сомнения, или это против Бога, или не против Бога, так лучше выбрать все-таки предостеречься, предостерегаемся. Теперь дальше, пятнадцатый отрывок, четырнадцатый отрывок, Титов, Сахра, Мисхар, Косов. Лучше товар это, да, хохма, божественная мудрость, чем серебро. Дальше, умихарусь, и лучше, чем чистое золото, плоды ее, твуата. Интересно, это вообще очень круто. Плоды ее, они важнее и лучше, чем сама хохма. Не-не-не, смотри. Золото и серебро. Есть хохма, божественная мудрость, знание, как работает система. Знание, вот ты знаешь хохма, это добро, это зло, это можно делать, это нельзя делать. Вот мы сейчас изучаем, это божественная мудрость, это хохма. То есть мы получаем от Шлома Мелыха, от царя Соломона, то, что он получил от Бога. Его отец, царь Давид, он тоже получал от Бога, тоже ему передал. То есть мы получаем божественную мудрость. Просто не трудились, ангелов не видели, все. Мы просто получаем знание, как оно работает. Теперь, обычный человек в этом мире, чем озабочен? Заработком денег, серебро. То есть раньше это была разменная монета. Значит, его человек целыми днями, он приобретает профессию, он продает, покупает, он встает рано на работу, он занимает деньги в банке, чтобы их куда-то вложить. Он, вся его жизнь крутится вокруг того, чтобы больше заработать. И вот он, у меня есть один знакомый, он, ну такой, у него есть и евреи, и не евреи, в общем, у него очень сложное, родословное. Но он умный человек, и он ищет везде, и он ищет везде, и он очень много работает, и он такой прям, ну реально талантливейший человек. И у него ничего не получается, у него долги, у него арестованное имущество, у него реально в жизни сложнейшая запутанная ситуация. При этом он одновременно пытается изучать, там, буддизм, дзен-буддизм, даосизм, какие-то там шаманские практики. Я ему говорю, послушай, зачем тебе все это? Тебе это все помогло? Оно тебе не помогло, оно тебе хуже в жизни сделало. Вот есть простое, понятное знание, это можно, это нельзя. Делай так, посмотри, те евреи, семья Ротшильдов, которые, которые самая богатая семья в мире, а не соблюдающая семья на всех поколениях, ну реально оно работает. Не, 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 и вот он в этом запутанном своем мире, он получает какие результаты? Никакие. Теперь нам говорится здесь, лучше товар этот, знать божественную мудрость, что можно сделать, что нельзя. Ротшильды последние тоже религиозные. Да, все ротшильды религиозные. И не отказывались от религии никогда. Это я еще помню, мы в Ешире, когда учились, так а что это? У него была фамилия Ротшильд, и он из этой семьи был. Да, но из ее части бедной, да, из-за свидетелей. И была такая шутка, что вот ты в Ешире сидишь, ты сейчас там Тосва, ну какой-то там комментатора, ну поленился и не выучил. И как бы все евреи связаны, и сейчас Ротшильд, он все-таки перестанет своим женам делать дьюр. То есть они, ну они слабо религиозны, они верующие, они все равно, если женятся на еврейках, то те проходят дьюр и становятся еврейками, и признают единого Бога, Тору, заповеди и так далее. Насколько они религиозны, ну то есть есть по-разному, но вообще семья это, на них давили очень сильно во всех, они были официальные бантиры, ну королей по всей Европе, и им давали, хотя им давали титул там сэр в Англии, во Франции. Да, да, они все равно не отказывались, на них очень сильно давили, но они держали за иудаизм полностью, до сих пор держатся. Еще раз, лучший товар этот, знать божественную мудрость, чем серебро, потому что если ты гонишься за серебром, то ты, где-то ты нарушил закон, где-то ты кого-то обидел, где-то ты нарушил какую-то заповедь, и в итоге все равно все теряешь. Но если ты гонишься за торой, она тебе не мешает зарабатывать деньги, но этот товар лучше, когда знание, оно всегда с тобой, знание, оно всегда у тебя в голове, это лучше, чем серебро. И мехорудство-то, хорудство-то чистое золото, это то, что прятали, это то, что прятали, и то, что, ну оно типа сохраняется всегда, да, в земле, клад. Но клад-то ты должен за ним куда-то ехать, он у тебя где-то лежит спрятанный, а где он у тебя лежит, чем он тебе поможет. Но когда у тебя есть хохма, она, клад это внутри тебя, и он всегда с тобой навечно. То есть ты не только в этом мире ты преуспеваешь, но у тебя есть еще, то есть ты создаешь себя, вот это вот знание о том, кто ты есть, какая твоя душа, как ты соединен с Богом, как эта штука вся работает, да. И это все, этот клад он внутри тебя, и он с тобой же уходит в вечность. Поэтому знание о Торе лучше, чем серебро, лучше, чем золото. И вот мы сегодня выучили, давайте подведем итог. Очень важно, чтобы что-то оставалось, подводить итог. Первое. Любые страдания, это Бог, значит, любит, и Он что-то указывает, и надо это принимать с любовью, и тогда Бог будет открывать, что же произошло. То есть это есть система Равшалом Аруш, он такую дает, как бы, три шага. Первое. Надо за все благодарить Бога. Не, первое. Надо верить, что все от Бога. Второе. Значит, если все от Бога, значит, то, что мне сейчас неприятно, тоже пришло от Него. Но Бог там не хочет добра, это, как бы, аксиома. Значит, Он мне что-то хочет сейчас передать, чему-то научить. И я благодарю Бога за те уроки, которые Он мне дает, так как тот, кого Бог любит, того Он увещевает. И я Его благодарю, 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 и Он мне открывает. Равшалом Аруш рассказывал, что когда-то у Него были дети и долги. И Он каждый день ходил по часу, по два, благодарил Бога, прям радовался. Спасибо тебе, что ты мне это посылаешь, но я не понимаю, зачем пока. Но я верю, что это для моего добра, и спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо. Он Бога благодарил за дети и долги. Дома нечего кушать, там, кредиторы за ним бегают. А Он Бога благодарит, радуется и танцует. И, значит, потом люди начали к Нему обращаться за советом, как Он может в такой ужасной ситуации быть такой счастливый, такой верующий, такой вдохновленный. И Он об этом написал книги. Сад веры, сад благодарности. Сейчас Он самый известный раввин в Израиле, у которого десятки тысяч последователей. Его книги переведены на все там европейские языки, вот эти вот, сад благодарности, сад веры. И Он понял, зачем. То есть, Бог его поставил в такую сложную ситуацию, чтобы Он мог в ней выстоять и дать людям свет. То же самое Ник Вучич. Без рук, без ног, он не понимал, зачем ему это, за что его Бог наказал, так вначале он думал. А потом он начал по-другому спрашивать, для чего это Бог мне сделал. И он вдруг понял, что Он прямо может давать людям свет веры. И он, миллионы людей сейчас, весь мир на его как бы... И он говорит, о, я так Богу благодарен, что Он мне дал такую миссию, это самое, представляете? Это первое. Если давить лимон, разве может не потечь сок? Значит, первое. Первое, значит, что Бог того, кого наказывает, Он любит, надо понять, почему. Второе, что божественная мудрость лучше, чем награда, чем серебро. Потому что, когда у тебя есть божественная мудрость, ты будешь получать и не будешь терять. В общем, вот это то, что я понял здесь. Все, друзья, значит, следующее у нас 15-й отрывок. С Божьей помощью завтра. И хорошего всем дня. То, что вы поняли, напишите в этом самом, в комментариях. Поделитесь с теми, кому это может помочь. Обязательно поделитесь этим видео. И третье, что? Третье, что повторять. Надо повторять. Тот, кто учит и не повторяет, как тот, кто сеет и не собирает урожай. Поэтому нужно взять, зайти на портал ВАИКРа, повторить. Там есть у нас все переводы, все такое. Все, друзья, удачи, успехов. Хорошего дня. Ход и штоп. Сейчас Адар, Марбин, Бесимха. Поднимаем в радости. Прям поднимаем в радости. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok